Форум этот весьма представительный, он проходит в Вашингтонском центре международных и стратегических исследований. На него съехались эксперты, политологи, различные обозреватели из разных стран, в основном из Европы. И он идет здесь с самого утра. И действительно, все участники пытаются проанализировать, куда же движется сегодняшняя Россия и каковы, как европейским странам и странам НАТО в целом, включая США, как нужно выстраивать политику в отношении Кремля. И вот в этом отношении участники встречи начали, в общем, зашли издалека, если можно так выразиться. И они считают, что основы того, что происходит сейчас, надо рассматривать, можно увидеть в далеком прошлом, еще в советском прошлом России. И вот в частности, в послевоенный период, они, как говорят участники, в послевоенный период у Запада была такая установка, что демократия должна быть единственной формой государственного управления на европейском континенте. Но, как мы видим, после развала Советского Союза и после того, после прихода к власти в России президента Путина, установки и политика России изменилась. И теперь, вот как отмечают эксперты, построение общей системы безопасности в Европе, основанной на общих демократических ценностях, стало фактически невозможным. И вот сейчас впервые с 1991 года, когда произошел распад Советского Союза, государственные границы Российской Федерации и границы тех территорий, которые она контролирует, в частности Крыма, впервые не являются международно признанными. И это, конечно же, здесь уже кроется противоречие и конфликт. И вот истоки его эксперты видят как раз в советском прошлом России, потому что они говорят о том, что сейчас, в нынешней, в путинской России, возвращается советский менталитет, вот такой вот имперский менталитет одного народа, который доминирует над соседями. Возвращаются советские методы управления, то есть когда все реформы осуществляются сверху, без инициативы со стороны народа, и возвращается стремление оставаться сверхдержавой. Вот в частности, что об этом сказал известный профессор Вашингтонского института Джонса Хопкинса Чарльз Гатти. Давайте послушаем. Советский Союз победил во Второй мировой войне. Советский народ испытывал огромную гордость от того, что он принес больше жертв и больше сделал для победы, чем Британия и Америка. После Второй мировой большинство советских людей гордилось тем, что СССР расширил территорию советских государств, а вместо одной страны советским стал целый регион. Даже часть стран Третьего мира уважала Советский Союз, потому что многие лидеры, такие как Неру, не хотели ассоциироваться с Западом. Ну, форум еще не закончился, он продолжается весь день, но участники, вот те эксперты, которых мне удалось послушать, они уже пытаются как-то проанализировать и найти, выработать какие-то рекомендации, особенно в первую очередь для США и для стран Европы, о том, как строить отношения с Россией. И вот, в частности, они говорят о том, что Европа должна обязательно помочь России преодолеть инерцию мышления, вот эту самую, вот это вот советское прошлое. И потому что позиционирование России как антизападной страны, говорят они, в конечном счете дорого обходится как раз самой России. Другая вещь, другая рекомендация, та, что лидеры в Москве, в Кремле должны перестать рассматривать мир через очки геополитики, когда все строится только на том, что нужно создать и разделить сферы влияния. В данной ситуации, может быть, это не самый конструктивный способ ведения международной политики. Ну и последнее, как пацифист, я полностью к этой рекомендации могу присоединиться, была также высказана мысль о том, что и Россия, и Запад должны прекратить обмениваться взаимными угрозами, поскольку, конечно же, тактика, точнее, стратегия, когда одна страна говорит, вот, из-за вашей политики мы здесь расположим ракеты, а другое правительство отвечает, что мы в ответ здесь расположим ракеты, конечно же, такая политика ведет только к новой холодной войне, а потенциально даже и взаимному уничтожению. Так что будем надеяться, что и вот на таких форумах, как сегодня здесь, Трансатлантический форум по России, какие-то решения и какие-то рекомендации будут выработаны для того, чтобы люди в высоких политических кругах могли ими воспользоваться. Продолжение следует...